так вот как и вопросов нет не знаю как это плохо или хорошо что-то ну нет вопросов это два варианта я студентам говорил вопросы не задаете значит вы знаете не меньше чем профессор или другое что совсем не знаете ничего и вопросов никаких нету ну второе второе это мы загладим а первое очень трудно хочется как то по-хорошему думать у бога вопросов на 50 человек и вопросов нет как это это интересно подозрительно ну хорошо отвечали а у них и не возникли они вот если кто считает 135 псалом 26 стихов и все они заканчиваются одним ибо вовек милость его спас вовек милость его убил вовек милость его он перечисляет события черное море и все вовек милость его я решился на каждый стих но они иногда два вот взял и погнали их чтобы объяснить как это может быть поэтому милость которой мы понимаем у бога все по-другому другой смысл абсолютно бывает а слова дети же вот допустим надо примирить с ним положить жертву иди примирись с кем примирись почему евангелист иоанн который называется ученик которого христос любил с диатрепом не мирился а я приду я нам напомню что он делает да ты хоть один раз просил прощения какое прощение не бросайте жемчуга перед свиньими и псами они обратившись растерзают вас тут надо очень внимательным быть а то видят нас горбатимся и не знаем чего сказать они каждое слово не имеют вот у меня такой случай не понимает ничего чем чтобы я не сказал ему он как достоевский горту приказ своим грехом он это же самое сразу начинает тебе поворачивать по всей вероятности похулен дух святой добро немедленно превращается в зло ему еще нельзя сказать иисус не отвечал ни слова так что пилот говорит мне ли не отвечаешь я имею власть да не имел бы как бы не дана была и смотрите да павел перечисляет там такие там александра и какие не идет милиции это даже немыслимое дело он враг против них был пилат и рад чего не у него прощение не просили это смешно даже так и здесь уже внимательно смотреть если какая-то надежда не все ли потеряно а я свечал день и ночь за тобой охотятся домашние враги враги и ничего нельзя сделать и жемчуг не разбрасывать то есть слова истины так это я без вопроса ответил благодарим игнать тихонович вы всегда умеете исправить ситуацию но очень интересно вот сегодня вопрос меня задает один а вот с человеком говорите вы можете предсказать кто он такой ну когда тебя арестуют кгб фсб там скажет кто ты такой а я хотел знать один из примеров говорю одна девушка она училась в университете в институте там и долго искала где что пошла к священнику покреститься ты и говорит она полная еще с лапкиным знаешься он еще не проклял и она ушла навсегда от него этот священник гусев остался один и вот она услышала разговор в автобусе а народ плотно стоит и она внимательно слушает они говорят вот сегодня на занятиях у нас такое было и душа радуется а когда одна сошла маленько освободилась она подошла про какие занятия говорите ну в алтайском государственном техническом университете там 30 тысяч студентов это огромный огромные какие залы четырехэтажные там здания и она рассказала что когда вторник пятница в 16 00 где там корпус в около почтам то и она пришла и вот самое то главное тут что у ней вопросы были которые она задавала кому-то священники никто не ответил я не у него записаны были она учится учиться раз в институте так грамотная добрая ну горит вот когда я у дверей то еще было подошла я слышал вы говорили о втором пришествии но вот я зашла только аудитория 410 большая а народу много я сказал кто первый раз пришел пускай садятся который давно ухо пусть стоят рядом потому что люди первый раз пришли и вот первого ряду я за капитале стою женщина встала и пошла там где последний стол а а место освободилось как раз напротив вас вы на меня вдруг взглянули и перестали говорить и вдруг начали отвечать на мои вопросы в том порядке в котором они у меня записаны семь вопросов я говорю я знать еще не знаю нет выдавать то другое ну и обратил господь душа покаялась большую пользу принесла вот как вот нынче кто у нас был и пошли вместе по местам где я пас с отцом кто-нибудь из этих был был нет кто сейчас здесь этого огромная трава выросла до дороги нет кто есть его я вячеслав вот так но если вы помните я сапоги дал последний кто шел вот она насколько человек было ну вот я им отдал сапоги велосипед свой взял я говорю их там на багажнике или они связанные сапоги то через руль повешать и иду я первый ветер от меня на на них дует я иду и таки поле не слушаю не слышу ничего а травы идут вы растянули столько-то и вдруг я остановился повернулся говорю сапог сапог тот упал посмотри тот кто вел глянул сапогу полу только назад повернулся и а там в траве сапог то и лежит и вот братья все скажи вячеслав помнишь это конечно помню ну не просто вы когда сказали у нас у всех первая мысль да нет все нормально но и решили просто так спросить уж на всякий случай все нормально там смотрим александр замолчал который с сапогами ну чё там сапогами то смотрим замолчал начал смотреть и сапога нет он назад помню он как-то прыгнул и сразу сапог взял ну и ребята стали спрашивать как вы могли узнать ничего не знаю я просто спросил и совпало нет но вы могли на минуту позже раньше вот это господь делает так как они взахали все вот мы увидели и рассуждение на эту тему пошло господь открывает если когда нужно он открывает но это не наша заслуга это господь делает так слушаю давайте шестьдесят восьмой псалом 22 стив и дали мне в пищу желчь и в жажде моей напоили меня уксусом это про иисуса сказано да про иисуса а да а почему и дали мне напоили меня с маленькой буквы почему он здесь написан потому что это пророчество не знаю что говорит это пророчество как будто простом человеке а когда исполнился апостол сразу сказали христе потому и с маленькой что никто не знал давайте то говорит о самом себе а пришествие христа не слова а потом мы увидим как все по-другому пошло а христе насчитывает до трехсот пророчеств а там все с маленькой буквы да так и оба я богородица местоимения с маленькой так слушаю все с маленькой ну да потому что да нет они понимали что речь идет не в христе они о нем вообще ничего не знали и поэтому что написали с маленькой буквы это хорошо мы видим что они не знали и как петры горд пойду ловить рыбу ну и я с тобой все иисус воскрес и упрекал их за неверие ходили с ним три с половиной года видели чудеса воскрешения мертвых ну дальше уже еще говорить как какими-то малыми хлебами многие тысячи накормил а пришел иисус упрекал за неверие вот вся наша вера а какое неверие что он воскреснет на третий день это не просто так когда ты ежедневно в этом плывешь как у языки или написано по щиколотку было из-под храма текла вода потоком а потом дальше уже раскинул руки и поплыл в начале мало первые страницы считаем а теперь мы прошли так далеко что и пророчество знаем о чем говорится так никого и эту еще молиться игнатий тихонович мир вам с миром нашей сестры дочку другая девочка избила вы бы что посоветовали матери в такой ситуации но надо родить родители школа просят забрать заявление надо подробности узнать которую избили же она ходит церковь послушали богу конечно но раз нет поэтому нам вопросы задавать не надо в мире то сколько их она убивают друг друга чего только не делается а как не знаем они между собой разбираются волчатник псы гонят медведя на по наконец кидают ему сало а там у соусы один ус от этого ну который расправляется внутри прокалывать его и он падает от маржа мы тут под глазами то не понимаем а тут что она сделала может быть она и виновная многократно говорили и это ее наставит на путь истины а бывает так что она не такая как они у меня вот следователь пришел и говорит ну я следователь как кончил институт он законный юрист но сегодня делает преступление на которой статьи нету даже я говорю какое вот она это татьяна она с ними не знает она только кончит 8 класс она убегает домой но они начали к ней приставать и и главное что кинули на нее там этот какой-то лохмат затащили в подвал они держат а школьники насилует ее групповое но это что если бы их сразу кто-то убил кажется меньше греха было в греции древние лады было что мальчик поймал перепелку и отстриг у ней ножки зачем он сделал это доложено было верховный суд заседали и пришли к выводу от него потомство не должно быть единодушно приняли решение казнить его казнили а мальчику там было шесть или семь лет вот как смотрели внимательно а сегодня что он делает даже говорит стыдно поэтому говорить о них кто прав и не знаю обстановки никак нельзя они все не правы что не верующие а вот на верующие нападает это венец на голову плетут у нас ходят церковь и никто не знает прислали одного приехали какие-то новая жизнь называется на всех то такая а мальчишка хороший такой и он начинает им говорить о боге учительница услышала проверила родители что они выдумывают все как есть и вот у меня в лагере было ребятишки играют он минуту там поиграл маленько приходит открывает библию считает а родители он сам такой тоненький высокий а родители тоже такие а я спросил а как вы так не православные теща верующий кандидат каких-то наук сказала только клапкину но мы послушались чтобы она благословила нас вот и сектанты вот какие а он считает и говорит я вот сколько читаю ваши тут книги я не пойму какие вы православные интересное летом ходит в шубе а зимой босиком ходит по снегу он ошибся или это еще такое он не знает еще что это не уродство и родители приехали а мы его не заставляли креститься он-то просто стоит руки сложил я говорю юра как научно так и молись не день-два прошло он стал молиться родители ты когда приехали юрка да ты совсем православный стал так мало того он не хочет ехать спрятался в лагере но до того интересно вот как делается а так бы на давил его нет спокойно раз я 45 лет директор лагеря был у меня столько опыта столько разных примеров иногда не знаешь как поступить отставляешь до времени начинаем молиться вот так пошли в туалет увидели там кусочек хлеба кто бросил никого нет я сразу накажу но по мере как надо а как вы будете молиться когда сделали оказалось что мальчик лишь он был обеда а хлеб девочки его со родная сестра а дети священнику который был у нас который приезжал привез детей своих и она его взяла хлеб то да испугалась да и бросила но я ее тоже говорю не знаю ты доброту делала и в то же время нехорошо я не могу тебя наказать и она уехала не так она родителям целый год говорила скорее бы в лагерь поехать чтобы меня наказали ей тяжело что она под пить ими ей она ради брата взяла добро а в туалет бросила худо вот как бывает как поясню ситуацию с этими девочками не знаю ситуацию побеседовать побеседовать если они рядом где-то можно найти их побеседовать у меня племянник жил но не его иисусик и плют на него я пошел в школу а там класс это до 6 наверно только я говорю чем он провинился перед вами они никак а я еще с собакой у меня собаку ученые я говорю смотрите еще одна жалоба будет я приду с вами разбираться все больше никогда не было ничего не угрожал ничего но так раз на раз не сходится а может ничего не надо сказать только вот ты не слушаешься вот смотри на тебя как поднимается народ игнатика начну это девочка она до сотрясения мозга ее избила дочку нашей верующей сестры и полиция пришла в больницу и попросили мать написать заявление мать написала а теперь и школа против матери восстала и учителя и родители той девочки которая избила ее они на нее наседают чтобы она забрала заявление нужно ли ей забирать заявление это я догадываюсь политики на нет нет безымян просто скажите да или нет нет не знаю я знаю я обстановку слишком углы раз не сходятся она такая она даже сказать за что почему другой избили бывает задеристая такая бывает еще что-то нажаловалась где-то девочки бери ладно хоть и живая осталось нельзя ответить на этот вопрос не ознакомившись с делом ни один следователь не возьмется отвечать помолиться больше ничего не надо да будет воля твоя господи она не послушай они и домой загоняют но так еще раз просто объясни что это наши верующий дочь но верующий дочь но она там-то как себя ведет она верующая сколько ей лет в каком классе говорила она им обои она даже не смогла противостоять этой девочке то есть полную силу власть получив над ней она ее вот избила до такой степени что она в больницу попала приставила нож горлу и начала снимать снимать на видео и хвалиться этим и говорить что она права ну ладно фильм это класс убили ли чем кончилось на документальной основе и вот и все ну было было такое что сделаешь надо узнать стой поговорить с этой нельзя ответить не ознакомившись этого скоропалительный ответ он нам для постыжения до верующих какая она верующая посмотреть как она принимает какое участие остается ли на занятия у нас слушаю надо еще узнать где это было то есть что она у нее делала дома это ли где было у нее дома было да то есть она к ней в гости пришла и та девочка у себя дома ее избила выкинула на площадку ну подруга да ну подружка да вопрос возникает зачем к неверующим ходить домой у нас такая у верующий тоже была добрая девочка пошла парень она музыканты и вот там надо по музыке посмотреть и зашла зашла и вышла уже не девочка на на отец у нее милиционер то сразу решили расстрелять его и все сколько беда мать ее очень верующая была близкая нам и даже в тюрьме меня навещала и что дальше то будет тут настолько запутанная зачем ты пошла к неверующим я наказываю чужую машину не садитесь никуда не заходите я постоянно повторяю 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 но вы все как бы я лично это опасность это их и нет опасности чтоб шторки были закрыты и двойные ну сама знаешь это как свет не зажигает пока шторки не задернешь чтоб комар носа не подтащил вот так не знаю кто как решится я бы никогда не полез туда зачем она заходила туда все родители не учат что опасно неверующие но не зарезала это уже немалая заслуга они как раз и отбили может от того чтобы она не ходила никуда да было ли не было еще что мусульманка никогда не пойдет ни одна за 1400 лет если она настоящая мусульманка я говорю он мне показывает стоматологический кабинет отец и брат ее сопровождают врачу говорят показали вот рот ниже подбородка руку не опускай и сидят оба на кинжалах руки держат ясно дело что лишнего движения не сделает вот как где-то в таиланде показывали и замуж и она даже справку дать на государственном уровне что она девственница а теперь то тетки то решили я не знаю что какие чтобы осмотрел ее врач-то гинеколог она плащет день 2 показывают и наконец она не выдержала и закрытой комнате женщина генетолог женщина но она показала но надо на справку что ничего не так тетки эти плащут обнимают друг друга целуют я не знаю вас такого счастлива на пасху даже не бывает что они сохранили ее что жених получает сокровище он не упрекнет ее что первая пасхальная ночь почему в израиле было просто не хранили там и подписи свидетели были а если он ее обвинять будет будет доказано и так он не имеет права с ней развести даже если она будет злая все предусмотрено у бога ну заявление в полицию то она написала еще зверь школа все да и все против настроены прочь вот этой верующей сестры для нашей соответственно упрашивает заявление в полицию упрашивает и вот вопросы в том состоит ей твердо стоять оставить заявление или все-таки забрать сейчас ничего нельзя делать все будет неладно только молиться этот шаг сделано прыжок дальше к ней милиция будет а плохо относиться ничего не делать она милиция хорошо относится милиция с этой девочкой они там контакт имеют все а вот та сторона противная то есть виновная сторона она теперь всячески воздействует на сестру то есть там упрашивают ее и деньги предлагают и все и учителей подключили директора подключились школы и говорят забирайте свою девочку то есть ее виновные делают виновные в том что ее дочь избили как бы так все но я ответил на это не надо идти туда господь его поворачивать назад а если я понял что заявление чтобы забрала этого делать нельзя уже вода на спаси христос вот эти слова мы ждали от вас да так только молиться молиться и все пускай не ходит может быть дома учить это это дорого я в москве за без переписывался они многие многие не полосы детей не отпускают школу разврат один а экзамены сдают родители при них тут же слушаю вопросы никого нет вопрос задает виктор савченко анна каренина в романе толстого не похулела ли духа святого о такие вопросы не ставят лев толстой не верил в это он и не мог показать такого до самоубийца и все вот только зачем туда поворачивает духа святого он не признавал личность бога лев толстой как он говорить мог бы о духе святом то напрасно это надо знать где то человек восстал против добра добра стоит на стороне у нас которые здесь воюют очень сильно подозрение что похвалили духа святого любое слово которое сказал говорить нельзя ни одного слова я уже года два ни одного слова не говорю сразу обращают эти слова на тебя то есть это злодейство сидит в нем и ничего нельзя сделать только молиться ежедневно молюсь днем и ночью выхожу под звездами ну все то да надежда в 12 лет в 12 лет выдают их вот так неужели она будет раньше двенадцати лет уже это самое так и такая не ну и то есть не ладно это хорошо ладно все другое я хотела спросить вот я читала что один мусульманин он это сама если мы там поехали поездку по среде как они требовал детей и что и матерь больше дала ребенка это раз и потом значит православном мастыре сегодня что ли мы читали ну это и он обратился и вот эти разбойники убили и он вот и он вылазит в машину и это самое говорит там эти подъехали сейчас только божья матерь мне зашивала это вот стопала его шею вот это читали такое нет я читал я половину слышал только перерывается но не надо это что они сказали другое мы это не по теме тем более их жизнь надо для нас еще надо пожить как они с родителем обращаются надо просто знать я делал печи 40 лет и встречалась домах у мусульман резко отличается мусульманка одна до казашкой говорит вот у нас говорит чтобы аллах у женщины волосы не видел замуж выйдет про одну считал она и настолько умница что преподаватели стали они спрашивают доцент она впереди идет урока и уже сейчас каким-то бизнесом занимаются платья там шить а другие говорят с другой из других факультетов там с третьего этажа на 1 где она была сходили чтобы посмотреть девушку которая покрывает голову она ни на кого не смотрела запрещали где-то на не делали не глядит все купи хиджаб надень хиджаб так слушаю да какие какие мусульмане то кого ты встречала ты встречала которая здесь узбеки таджики туркмены они не верующие совсем и свиньи на жрут и пьют настоящие мусульмане вот пример взять афганистан талибан талибан кто-то сказал такой-то умер а у него говорит бороды не бреют они подрезают айку усы и его у него говорят про него сказали борода совсем маленькая а борода должна быть не меньше 8 допустим сантиметров ну тех же защитники их революции пришли замерили виноваты и мертвому дали там 50 ударов палкой вот здесь у нас нету наталья усатая она расскажет если он элементы не платит его найдут ему такую звучку дадут и повторят дома чтобы учил кормил не будет это второй раз тогда мы уже не вернешься это серьезные люди я вот близко знаком был она жена мулы мы у них останавливались когда миссионерские путешествия были самира 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 означает собеседница вот так я беседовал дали мне слово в одном городе там мулы и мама это как епископ шейхи это можно назвать губернатор и вот я говорю можно вопрос задать можно я расскажите какой процент у вас девственности сохраняется до брачной ночи они меня не поняли вы что-то не так сказали да как же какой процент все стона должна держать я говорю у нас шестом классе и уже называет на вторую букву алфавита вот такие брат дела так все все на тихонич назначайте хорошо я сейчас скажу так растяслав румянцев здесь растяслав румянцев они не слышно да маленько слышно это вы вот они в братья пропою там достойно ли что с своими словами коротко поблагодарить от всей души спасителя нашего христа что мы здесь слышим что братья так заботятся открывает в виктор николаевич но правда время такое ночное и мне позвонил игорь владимир и ждунов ну что он звонит не знаю чтобы я благословил его вести занятие ветхого завета это вообще и поэтому такое дело так разве занятия мы слушаем и очень нравится на мою уроки вот и да да дальше когда помолитесь конце прославьте святую троицу и громко скажите аминь кто с ним будет согласен говорите аминь молитва делается нашей во славу божию во имя отца и сына и святаго духа аминь достойно есть а кого истину блажите тебя благородицу пресно блаженную и пренепорочную и мать и бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без остыния богослово росшую сущую богородицу тебя величаем господи божий наш благодарим тебя за такую милость что живем в такое время что можем беспрепятственно изучать слово твое и закон твой благодарим тебя за братьев наших которые помогают нам осваивать свечи на писание и поддерживают нас молитве также благодарим тебя за учителя нашего игнатия тихоновича дай ему многое лето и сил чтобы он с нами оставался побольше и могут до конца также благодарим тебя за братьев наших за игоря и за тех кто преподает нам священное писание благодарим тебя господи что и помог нам издать новые книги проповеди во святой библии также просим тебя господи чтобы сподобил нас издать следующие книги и вопросы во свете святой библии чтобы прославилось имя твое святое и и мы его восхвалили отца и сына и святого духа ныне приснай во веки веков аминь 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 спаси христос аминь спаси христос аминь спаси христос аминь спаси христос аминь